А он становится очень таким негативно, константным, я бы так бы сформулировал. Итак, каждую ночь идут обстрелы ракетные, бомбовые и прочие украинских городов. То есть, как бы выкристаллизировалось две линии, которые путинская банда осуществляет по отношению к Украине. К ее народу многострадальному, иначе никак даже нельзя сказать. Первая линия – это мясорубка, линия мясорубки, и там идет уничтожение как своего биоматериала, который функционирует и живет, и существует на этих болотных и не только разных ареалах Москвы. И более широкого пространства евразийского. Причем уровень жестокости и наглости и тотального уничтожения населения Российской Федерации просто превосходит. Ну, можно его уже сравнивать со сталинским периодом. Это где-то сталинский период. Сопротивления нет. Абсолютно нет. То есть, ну, как бы есть стимул. Дается шариком-швондерам. Нормально же не пойдет для того, чтобы убивать, получать деньги за счет убийства своих же славян, христиан, православных. Правильно? То есть, это делают какие-то... Ну, так и было, в принципе, в советское время. При Сталине это как раз было, когда одна часть уничтожала другую часть. На просторах вот этого империи московско-советской, чекистско-коммунистической, большевистской, я бы так сказал. Сейчас практически восстановлена эта линия. Вот эта мясорубка. Конечно, там преувеличивается, что их там 1300-1400 за сутки ликвидировали и ранили. Потому что, еще раз говорю, это как в Грузии и в Молдове считают голоса. Да и в Украине тоже при выборах. И в Советском Союзе это было все. Это все называлось цевочковтирательство. Потому что, ну, как точно посчитать? Надо же точно посчитать. Как это можно посчитать? В Соединенных Штатах там просто считали. Там скальпы считали. Ну, скальпы принес, значит, выполнил задачу, получил свои деньги. Когда был период вот этой вестернизации, освоения Дикого Запада и так далее. А здесь как считают? Ну, типа, кто-то сказал столько-то, столько-то, столько-то. Потом пришли данные и потом назвали, чтобы так звучала соответствующая цифра. Но все равно потери большие – это 100%. Вот это одна линия. Это линия мясорубки и задача, поставленная Белоусову. И он ее реализует, этот а-ля Суворов. Я же говорю, что он еще такой себе надел бы на голову парик, такой, как у Суворова. Там бы этот костюмчик, лапсердак такой одел бы, кафтанчик. Вот, там эти ж внизу бы какие-то белые гольфы одел, башмаки там с пряжечками какие-то. И такие полу-такие, как это, длинные трусы с резинками, блин. И был бы такой классный паренек, он даже похож был бы на него. Шляпу бы напялил бы на свою эту самую физиономию. Конечно, редкий вурдалак, редкий вурдалак. Ну, главное, что кадровые армейские чины в Российской Федерации, которые там чуть ли не с Суворовского училища этим занимаются, они его приняли и смирились с ним. Это, конечно, просто совершенно... Ни в одной армии такого нету, такого безумия. Ну, принял и Герасимов, и все остальные. Вот, это одна линия, которую сегодня Путин осуществляет. Вторая линия, и она, и одна линия интенсифицируется, и вторая. Это уничтожение городов Украины. Это просто очень так последовательно, методично, цинично. Это, вот это уже вообще открытый геноцид. Это и на мясорубке, там особенно убийство пленных, это безоружных людей, это уже падаль полная это делает. Но это приказ, это приказ Белоусова делать. Это для устрашения. Это для устрашения противника делается. А вторая линия, это, конечно, уничтожение украинских городов. То есть, под прицелом на полностью, чтобы их уничтожить, как экономическо-народно-хозяйственный организм, логистический, финансовый, социально-гуманитарный, ну, вообще, как духовный. Это, если брать со стороны врага путинской федерации Московии, это уничтожение. Ну, это Сирия. Фактически классическая форма сначала была Чечня, когда Грозный так сделал Путин. А потом на Сирии это было отработано в более широком масштабе. А теперь это украинские города. То есть, какие города прежде всего уничтожения? Ну, как Харьков, раз. Кривой Рог, два. Запорожье, Днепр, три-четыре. Одесса, пять. Николаев, шесть. Это такие, ну, областные. Плюс Никополь, там, Марганес, там. Волчанск, например, видите, уже полностью вообще стерт с лица земли. Этот Миски и Голова там говорит. То есть, остались просто руины. То есть, и у города нет. Ну, не только ж. Это ж другие Донецк, с Донецкой области такие городки. Тоже ж они уничтожены. То есть, это, конечно, в 21 веке, оно вообще зверство. А это вообще зверство, там, я не знаю вообще, там, в какой степени. Вот. Это просто совершенно недопустимо. Совершенно недопустимо. То есть, этот Путин для реализации своих целей, он использует вот эту модель уничтожения энтропии, тотальной энтропии, тотальной смерти. Ну, конечно же, на все население, которое населяет Российскую Федерацию, это страшное беззаконие, это карма черная ложится. Тут можете мне писать, там, что-то не писать. Это кровавая карма, которая на вас ложится. Путин такое и делает, и все там выродки, которых он нанял, они его окружают. Но это ложится на всю, так сказать, на всю пирамиду, на весь айсберг. И вы можете это принимать, не принимать, но вы все, это все население, это все роды, вы прокляты. Вы прокляты кровью, невинно убиенных. Читайте, Евангелие, что там написано. Причины, почему вы это делаете, это все в одно место следите, пойдите, в унитаз. Главное, это константа, что вы это сделали. Вы этому не противостояли. Вы этому не сопротивлялись. Поэтому вы несете за это полностью ответственность. Потому что вы напали. Можете говорить что угодно, но не Украина на вас напала, а вы напали. Поэтому это объективная реальность, которая сегодня, это абсолютная. Но такой метод ведения мясорубки, потому что это не война, это абсолютно не война. Он означает следующее, что противник, конечно, в данном случае Украина, он ослабляется 100%. Население, то есть, ну, целые города терять, это же тяжелое. Это трагедия, огромная трагедия. Так Джугашвили Сталин поступал, когда Украине сделали штучный голодомор, геноцид. Сейчас то же самое делается Путиным. Поэтому, конечно, рано или поздно города превратятся эти в руины. Тем более, удары каждый раз увеличиваются, усиливаются. Какое будет, последствия какие? Конечно, поскольку нет западной поддержки, практически она уже отсутствует. Украина долго, как бы так, вот как организм, она выдерживать это тоже не может. То есть, идет разрушение организма по-любому. Вопрос в том, где критическая черта распада системы, это другое дело.